Мы продолжаем и к другой теме. 27 апреля на календаре. Напоминаем, это день основания республики Саха. Говорят, по этой земле до сих пор бродят призраки мамонтов. Где же водят самый большой хоровод в мире? Где растут каменные великаны возрастом в полмиллиарда лет? И это далеко не всё, чем может удивить прекрасная Якутия. Республика Саха-Якутия – самый большой регион страны. Примерно пятая часть. Это как семь Франций. На бескрайних просторах живут 120 народностей. Основные – Якуты и Ивенки. Издревле местные поклонялись вот этому месту. 200-метровые скалы, точно застывшие великаны, ленские столбы. Нам может кажется, игра воображения, но рисунья иногда как будто меняется. Приходить сюда могли только шаманы. Сейчас водят туристов. Возраст известняков – полмиллиарда лет. Причудливую форму, в которой каждый видит что-то своё, скалам придал ветер. Столбы – один из объектов наследия ЮНЕСКО. Как и Аланхо – древнее эпическое искусство якутов. Народные предания звучат на Исыахе – весёлом празднике лета. Кстати, именно в этот день якуты водят Асуахай – самый большой хоровод в мире. Танцевать могут всю ночь. Сил придаёт кумыс. Ещё, говорят, Якутия – единственное место, где до сих пор бродят мамонты. Это, конечно, миф, но древних исполинов палеонтологи частенько находят по берегам рек. Череп трагонтирия мамонта – вот такие находки единичные по всей России и по всему миру. Сохранность очень хорошая. Этот мамонт жил где-то от 800 тысяч до 300 тысяч лет назад. И являлся непосредственным предком шерстистого мамонта, которого мы все знаем. Шерстистые мамонты куда моложе – всего-то несколько десятков тысяч лет. В вечной якутской мерзлоте прекрасно сохранились образцы их кожи и жира. В местном университете даже лабораторию открыли. Надеются клонировать мамонта. Сейчас мы смотрим клетки живых тканей мамонта. Да, обычно они разрушаются. А тут у нас несколько тысяч лет остались в сохранности. Клетки мамонта собираются подселить ближайшему потомку – индийскому слону. Только представьте, живой гигант, один бивень, которого больше ста кило. Проблема в том, что для клонирования нужны тысячи таких клеток. Какое животное всегда вызывало уважение якутов, так это местная лайка. Один из символов республики. Преданный помощник охотников и промысловиков на протяжении тысячелетий. Эта собака приспособлена к низким температурам, потому что у нее такой подшерсток плотный. Они спят на снегу, они неприхотливые, питаются рыбой. Все экспедиции проходили по открытию новых территорий Арктики. Все благодаря только ездовым собакам. Рассказывают, голодных полузамерзших каюров лайки вывозили к жилью даже из самой сильной пурги. Якутские морозы – еще одна достопримечательность. Но на праздник на знаменитом полюсе холода Аймеконе к выходным потеплеет до плюс пяти. Дмитрий Кузьмин, Анна Арестова, Роман Кутуков, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова